Виктория Аладина совсем скоро закончит школу. В жизни она занимает активную позицию, участвует во многих социальных и творческих проектах. Себя девушка с уверенностью называет неформальным лидером. В школе я веду не только активную жизнь, но и очень хорошо учусь, но отлично даже. Являюсь старостой. Все в основном активные дела, которые проходят в нашей школе, проходят через меня. И я являюсь активным участником российского движения школьников. На встречу с профессиональным психологом, который организовали в школе «Лидер» во Дворце детского творчества, Вика пришла целенаправленно. По мнению девушки, ей есть куда расти, а получать новые знания сейчас и бесплатно – это очень здорово. Мне, наверное, не хватает иногда уверенности в себе. Почему? Ну, не знаю. Наверное, у нас такое общество, что нужно прям бороться-бороться. А иногда это очень тяжело. По мнению Ирины Суворовой, старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики в Сарфатыине Яумифи, сегодня человек, называющий себя лидером, должен обладать определенным набором качеств. И вырастить себе эти качества – очень тяжелый труд. Если смотреть глубже на эту проблему, это на самом деле личностные качества, которые заложены в человеке. Это волевые усилия, которые человек прилагает. И это, конечно, определенного рода привычки. Привычки по организации себя, по организации своего времени, по организации своего дела. На протяжении двух часов под руководством опытного психолога будущие лидеры в команде и по одному работали над поиском и преодолением внутренних барьеров, открывали для себя новые грани своих характеров и набирались уверенности в своих силах. Возможно, пройдет еще немного времени, и мы увидим кого-нибудь из них выдающимся управленцем. Продолжение следует...